Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Амонакова. Совсем скоро, уже 13 января, пройдет международный хоккейный матч на реке Амур. Поэтому сегодня есть возможность поговорить о том, каким будет в этом году. У нас в студии находится генеральный директор регионального центра спортивной подготовки Михаил Михайлович Лапин. Здравствуйте! Добрый день! Ну, действительно, время как-то быстро пролетает. Кажется, вот недавно был очередной матч, уже следующий. Вы уже, наверное, совсем привыкли к тому, что у вас каждую зиму в календаре теперь стоит международный матч. Хорошо, что это не плановое мероприятие, оно уже у нас запланированное. Поэтому мы к этому готовимся уже, как только окончилось, уже начинаем подготовиться к следующему. Но вот когда столько лет уже пройдено, я так понимаю, процесс подготовки, он все проще и проще становится. Несмотря на то, что у нас есть еще международные партнеры, которые тоже отвечают за свою часть мероприятия, верно? Ну, хорошо, что мы не меняем пока формат, пока все остается в том же формате, поэтому уже все идет по накатанной. Уже есть определенные договоренности, которые мы с китайской стороной обсуждали, и они всех устраивают, поэтому все очень просто. Ну, будем надеяться, действительно, что это в очередной раз скажется на организационной подготовке, да, что она еще быстрее произойдет, потому что уже все работают слаженно, уже все понимают, что кому делать, верно? Да, все уже отработано и с нашей стороны, и с китайской стороны уже все отработано, все проговорено, поэтому ждем самого матча. Самое основное, что ждем, когда у нас будет готов лед. Это самое основное. Ну, пока еще лед не настолько хорош, да, чтобы мы могли говорить о том, что все, уже хоть сейчас делай. Сделали уже первые замеры, сегодня есть уже понимание, сегодня лед уже 35-40 сантиметров, это говорит о том, что уже можно выходить и работать техникой, легкой техникой, расчищать лед. Ну, я так понимаю, к середине января в любом случае толщина льда уже будет больше, да? Ну, мы 13 января проводим мероприятия, поэтому нам надо же до конца этого года уже подготовить площадку, а в начале января мы уже будем выставлять коробку и готовить уже всю инфраструктуру. Ничего себе, то есть вот эти подготовительные мероприятия, они практически месяц занимают, вот работа на самом... Да, это все очень быстро, все будет делаться очень быстро, поэтому времени совсем уже не остается. Мы вот сейчас, говорю, ждем последних известий от того, как у нас будет толщина льда позволять выходить туда на лед, техники и всему остальному. И все, и начинается работа. Что касается самого матча, каждый год, несмотря на то, что мы уже привыкли, да, играют обязательно детские команды, ну, не знаю, действительно, с китайской стороны, мало ли, может, какие-то изменения тут намечаются? Ну, в этом году мы хотели внести коррективы, хотели пригласить ветеранские команды, но, к сожалению, немножко не успели, может быть, нам было пораньше этот вопрос обсудить с китайской стороной, хотя они поддержали нашу инициативу. Я думаю, что на следующий год мы этот вариант рассмотрим, и у нас будет, наверное, формат уже состоять из трех игр. Это дети, сыграет юноша, ветеранская команда, это, наверное, логично, потому что с этого все начиналось в свое время, и поэтому мы рассматривали в этом году этот формат. Китайская сторона нас поддержала. Я уверена, что ветераны бы выходили, конечно, на такой лед с особенным чувством. Да, поэтому это все уже обсуждалось с китайской стороной, и на следующий год мы эту идею воплотим в жизнь. Ну, я знаю, что у нас есть ветераны от хоккея, безусловно, а на китайской стороне там как с этим? Вы знаете, в Китае тоже все очень хорошо с хоккеем, не так плохо, как нам хотелось бы, да, у них на любительском уровне есть хоккей, и сегодня с детьми очень сильно занимаются хоккеем, сегодня приглашаются тренера из России, из разных других государств, из Америки, из Канады, и тренера там работают с детьми, то есть у них сегодня популяризация хоккея очень на высоком уровне. Я слышала действительно, что они очень сильно поднажали, скажем так, на подготовку, да, и то есть в этом году нас могут ждать серьезные какие-то изменения. Конечно, мы тоже к этому серьезно готовимся, потому что мы как хоккейная держава не можем себе позволить уступить китайской стороне. Конечно, это дружеские матчи, да, никто не ставит задачу обыгрывать там с огромными счетами и так далее. Но, тем не менее, сегодня это наш вид спорта, и нам нельзя упасть лицом грязи. Я знаю, что наши хоккеисты действительно тоже в течение всего года активно ездили, соревновались, нарабатывали практику, это не просто так, и поэтому они будут очень готовы, я думаю, к этому матчу. Если вы знаете, а вы знаете, что с 14-го числа по 16-е число пройдет у нас здесь детский турнир международный с участием четырех китайских команд, поэтому наша команда будет участвовать тоже в этом же турнире, те ребятишки, которые будут играть на реке Амур. Это для них будет такая уже тренировка, подготовка к этому матчу. То есть из тех команд, которые приедут со стороны Китая, тоже, я так понимаю, будут участники этого международного команды? Ну, я так думаю, да, это, скорее всего, из четырех команд, наверное, все-таки будет сборная. То есть состав пока еще все держат в секрете, да? Есть список уже китайской команды, поэтому мы уже знаем, в принципе, кто там будет участвовать, и также мы уже китайской стране предоставили список своей команды, потому что у нас все идет на паритете, мы согласовываем эти вещи, чтобы не было никаких подставных игроков, старших, младших, и так далее, да, это очень такой важный момент. А какие игроки будут играть, какие выйдут на лед 13-го января, какой возраст? Значит, в этом году также 2008-2007 года ребятишки выйдут играть, и постарше 15-16 лет ребятишки, юноши. То есть это уже юношеская команда, да? Да, этот вопрос уже решен, он обговорен, поэтому вот такой формат. Что касается погодных условий, безусловно, еще рано говорить, да, но тем не менее, я знаю, что вы следите всегда за этим, это непростой момент, потому что матч проходит на реке Амур, мы телевизионщики, потому что каждый год делаем прямую трансляцию, уж прекрасно знаем, как коварна погода, какие ветра дают в это время, да? Ну, в любом случае, мы же подготавливаем инфраструктуру, то есть это будет и теплой раздевалкой подготовленный, и горячий чай будет, и у китайской страны, и у наших, то есть все будет организовано, подготовлено в любом случае для любых условий погодных. Михаил Михайлович, знаю, что всегда очень серьезно относитесь к технике безопасности, как и все, безусловно, организаторы этого турнира, потому что на реке проходит, поэтому очень осторожны с количеством зрителей. Вот в этом году сколько зрителей пустите? Вы знаете, если вы помните прошлый год, мы приглашали 150 человек, это общее количество было зрителей. Вместе с участниками? Вместе с участниками, да. В прошлый год 250 было, мы этот вопрос рассматривали. Почему? Потому что все-таки и наполняемость трибуны, должна быть какая-то картинка, и должны люди, которые будут болеть за детей. Родители, я знаю, очень хотели всегда попасть. Поэтому в этом году и китайская страна поддержала, и мы как бы этот вопрос инициатором вышли, 300 человек будут участвовать. То есть, ну, исходя из двух лет уже есть опыт, то есть толщина льда позволяет это все делать, а это самое главное. Поэтому будем ждать, еще раз говорю, тех замеров, чтобы нам это все воплотить в жизнь. То есть, это не просто так, это действительно, это будет согласован. Да, это все на капдроле. Да. Что касается как раз установки оборудования, я знаю, что в прошлом году, опять же, по опыту, да, впервые, я так понимаю, было такое, что часть работы осуществлялась российской стороной, часть китайской. Я так понимаю, что китайская сторона сама вышла с инициативой. Да. В этом году продолжать будете? Да, то есть, остается все в том же формате. Мы устанавливаем хоккейную коробку, мы ее уже приобрели. А китайская сторона устанавливает домики для обогрева и трибуны. В этом году будет установлено еще по две трибуны дополнительно с каждой стороны, так как увеличивается количество зрителей. Угу. Что касается зрителей, желающих как-то из года в год, все равно приблизительно, я думаю, где-то вот одинаковая цифра, кто хочет прийти лично, да, хотя бы на набережную и посмотреть этот матч. Были всегда установлены большие экраны. Сейчас вы знаете что-то про то, как, какими мультимедийными средствами будет оснащено для того, чтобы зрители все смогли увидеть матч. Да, конечно. Ну, во-первых, скажу, что по зрителям, что касается родителей, если первые годы мы приглашали по одному родителю, так как квота была очень маленькая, да, то в этом году принято решение, то есть, обои родители, либо дедушка с бабушкой смогут присутствовать на этом матче, посмотреть, поболеть за своих родителей. Потому что это все-таки самая благодарная, самая публика та, которая будет реально болеть от начала до конца за свои ребятишки. Но это действительно. Они так раскрашиваются, они так готовятся, поэтому родители, болейте за детей, действительно. Поэтому также будет установлен экран на набережной, также будут экраны работать и на площади Ленина, да, будет каша, будет чай, все будет то же самое. Будут ростовые фигуры на набережной, поэтому все в том же формате, все будет работать. Все желающие смогут прийти, в общем, поболеть, либо непосредственно на зону, если им так повезет, да, туда вот, вот в эту зону, либо же прийти хотя бы вот на площади или же рядом с набережной, посмотреть все это на больших экранах. Насколько я знаю, картинка всегда прекрасная и видно все лучше даже, мне кажется, порой, чем там на трибунах, да. Ну что ж, Михаил Михайлович, я действительно желаю от всей души, чтобы все организационные моменты были пройдены в плановом режиме, потому что тут всегда все зависит одно от другого, цепляется одно за другое. Поэтому желаю, чтобы все было в порядке. Китайской стороне мы желаем, безусловно, удачи и победы, но будем надеяться, что, тем не менее, наши победят. Спасибо вам большое, приходите на хоккей, болейте на хоккей. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня мы разговаривали про международный хоккейный матч на реке Амур, который пройдет 13 января. У нас в студии был Михаил Михайлович Лапин, генеральный директор регионального центра спортивной подготовки. Вы смотрели программу «В центре». Внимание, до скорой встречи.